Любит семью буквально до слез наш следующий герой. Сегодня в зале суда он молил о пощаде, ведь бизнес по продаже марихуаны, по словам обвинителей, молодой человек вел практически год, а попался у ночного клуба лишь однажды. Смягчило ли последнее слово наркомана правосудия, знает Наталья Аскерко. На скамье подсудимых этот северодвинец оказался из-за нескольких десятков граммов наркотика. Его бизнес, по словам прокурора, процветал целый год, но судят молодого человека за единственную сделку. 27-летний работник «Звездочки» на крыльце ночного клуба продал марихуану. Предварительно купил ее и частью потребил самостоятельно. Сделка не удалась, товар изъяли правоохранительные органы. Сейчас горе наркодилер полностью признает свою вину, так что дело суд рассмотрел в особом порядке. Ранее северодвинец судим не был, на работе характеризуется как образцовый заводчанин. Впрочем, позицию стороны обвинения такие факты не меняют. Первый приобрел наркотическое средство без цели сбыта, второй, соответственно, уже сбыл наркотики. Общественная опасность сбыта намного выше, чем приобретение наркотика для личного потребления, поэтому предложил наказание в виде лишения свободы. На иждивение у молодого человека маленькая дочь, плюс немалый кредит на квартиру. Вспоминая свою семью в последнем слове, подсудимый едва сдержался от слез. Смягчающие обстоятельства и раскаяние буквально спасли преступника. Вместо четырех лет колонии общего режима суд приговорил торговца к трем с половиной годам лишения свободы условно. В родной цех северодвинца уже направлено постановление, так что с образцовым заводчанином проведут воспитательную работу. До вступления приговора в силу молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.